Продолжение следует... Сегодня мы с нашими гостями обсудим вопросы безопасности на дорогах, а также поговорим об обыте европейских стран по устранению этой проблемы. Более подробную информацию расскажут нам наши гости. Позвольте представить. Специальный посланник Генерального секретаря ООН по обеспечению дорожной безопасности Жан Тодд, председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Бржан Бисикенович Канешев, президент Федерации автомотоспорта Республики Казахстан Абыкаев Марат Нуртаевич и Эдуардо Джанотти, сотрудник Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН. Уважаемые гости, добро пожаловать. Первое слово Бржан Бисикенович предоставляю вам, пожалуйста. Уважаемые коллеги, участники пресс-конференции, мы хотели вас познакомить и дать информацию от координаторов Международной системы обеспечения безопасности дорожного движения. У нас в гостях специальный представитель генерального секретаря ООН по обеспечению дорожной безопасности, и господин Джанонти, он руководит комитетом внутреннего транспорта в Женеве, в Европейском представительстве Организации Объединенных Наций. То есть эти два центра, которые организуют мировое движение транспорта и регулируют его. В целом, в соответствии с нашим топиком пресс-конференции, мы хотели сказать, что процесс состоит из нескольких компонентов. Вы знаете, в первую очередь, это все, что связано с ответственностью водителя, процессы подготовки водителя, уровни его подготовки, технического состояния транспортного средства, состояние дороги и придорожной инфраструктуры. Но в это включаются, соответственно, процессы строительства, проектирования автодорог. Поэтому мы, Министерство и Министерство развития, проанализировали ситуацию в прошлом году. И руководство Министерства вчера вместе с господином Тодом доложило руководству правительства, что есть у нас вопросы, которые мы должны развивать и существенно заменить ситуацию, которая у нас существует в данной отрасли. Поставлены нам задачи по формированию отраслевой программы до конца текущего года, в которую войдут все эти компоненты, за которые ответственны несколько министерств, начиная от процесса строительства, которые подведутся в Министерство экономики, где строительная отрасль координируется, Министерство внутренних дел, которое обеспечивает координацию дорожного процесса и, соответственно, вопросы строительства и организации движения, которые подответствуют нашему министерству. Поэтому во всех этих трех направлениях нам необходимо менять подходы, стандарты, требования и нормативную базу. Поэтому мы предварительно свои предложения озвучили нашим высоким коллегам. И, как я отметил, мы договорились о том, что нам будет оказана существенная помощь с точки зрения значительного совершенствования наших нормативов, стандартов и требований, которые касаются этой отрасли. Вот, в целом, общая информация. Я сейчас хотел слово передать экспедиенту Тодду. Я очень благодарен за то, что правительство Республики Казахстан пригласило меня и решило провести такую конференцию. И также продемонстрировало интерес со стороны Казахстана для того, чтобы разрешить эту серьезную проблему, которая касается аварии на дорогах. Это что-то, что вы все хорошо знаете и то, о чем вы очень сильно переживаете, потому что каждый гражданин в мире переживает об этом. Каждый гражданин в мире каким-то образом использует дорогу. К сожалению, по всему миру каждый год 1,3 миллиона умирают на дорогах. И 50 миллионов получают какие-то травмы. То есть это значительная серьезная ситуация, над которой мы должны работать и разрешать эту проблему. В особенности было необходимо каким-то образом разрешать эту проблему. Поэтому здесь, в Казахстане, мы уже несколько дней работаем над тем, чтобы разрешить эту проблему. И в Алмате у меня была возможность встретиться с некоторыми официальными лицами. Это Аким, города Алматы. И здесь, в Астане, также у нас была возможность провести дискуссии с Акимом Астаны. И было обговорено то, что также и Министерство инвестиций и развития, и первый заместитель премьер-министра заинтересованы в разрешении этой проблемы. То есть мы видим абсолютно четкую демонстрацию того, что есть очень сильный интерес для того, чтобы разрешать эту проблему и действительно улучшать эту ситуацию. Конечно, в Казахстане живут 16 миллионов населения. И каждый год около порядка трех тысяч человек умирает на дорогах. Из-за такого количества населения, конечно, это достаточно серьезная цифра, а число травмированных в результате дорожных аварий еще больше. У нас есть определенный рецепт, определенное предписание, каким образом реагировать на эту ситуацию. Это правоохранительные органы, образование, это инфраструктура дорожная, транспортные средства. И Эдуардо Дженоти, мой коллега, расскажет о нормативной базе ЕГЭК, о каким образом применять транспортные средства, правила по использованию транспортных средств, которые разработаны ЕГЭКООН, и каким образом осуществлять и внедрять их, соответствующим образом использовать их, как это было уже рассказано и обсуждено в ходе встречи в Астане. Также оказание помощи после аварии – это то, что необходимо также улучшать. Мы знаем о том, что есть определенные простые параметры, которые можно осуществлять, которые можно внедрять. Это, например, шлем защитный, это ограничение скорости, это ношение ремня безопасности, это использование мобильных телефонов, которое должно быть запрещено. Это те убивающие факторы, которые действительно влияют на безопасность на дорогах. Если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, он является очень опасным участником дорожного движения. То есть по всему миру, у всех, у каждого есть ответственность за безопасность дорожного движения, и правоохранительные органы должны нести ответственность за то, чтобы обеспечивать эту безопасность. Конечно, вся ответственность не лежит только на полиции, и не могут разрешить все эти проблемы. Но безопасность дорожного движения является тем вопросом, за который на каждом лежит ответственность. И как я уже отметил вашим коллегам, мы встречались на этой неделе в Алма-Ате с некоторыми официальными лицами, и говорил о том, что есть ответственность на тех людях, которые проводят обучение водителей. Все должны быть обеспокоены этим вопросом, и необходимо менять эту ситуацию, потому что влияние оказывается значительное, громадное, потому что большое количество жертв появляется в результате аварии, и последствия идут и на семьи этих жертв. Многие становятся инвалидами в результате аварии, и, конечно, это оказывает очень серьезный экономический эффект на страну. Прежде чем я завершу свою вступительную речь, я бы хотел сказать о том, что я буду рад ответить на ваши вопросы, вы можете поднимать и задавать любые вопросы. Я бы хотел настаивать на факте того, что эта программа должна иметь влияние, и, конечно, правительство должно быть заинтересовано в реализации этой программы по безопасности дорожного движения, и необходимо продемонстрировать решительность для того, чтобы начать разрешать эту проблему и сделать эту проблему приоритетом страны. Некоторые страны уже осуществили такую программу. Я отмечал о том, что некоторые официальные лица, некоторые развитые страны в Европе, в Австралии, в Канаде, в Новой Зеландии к этой проблеме в этих странах относятся очень серьезно. То есть в течение 40 лет уже начали улучшение ситуации, и в течение этих 40 лет за 40 лет показатели смертности снизились в 5 раз, несмотря на то, что количество транспортных средств увеличилось в 3 раза. То есть это четкая демонстрация того, что если начать осуществлять программу в любой стране мира, те, кто принимают решение осуществлять это, будут достигать определенных положительных результатов, и это неизменно, это несомненно. Что касается стран с низким или средним уровнем дохода, это самые опасные страны в отношении безопасности дорожного движения, потому что число жертв повышается с каждым годом. Поэтому было принято решение Организации Объединенных Наций инициировать программу «План действий десятилетия 2020 года». И в прошлом году было принято решение назначить специального посланника по безопасности дорожного движения. И я горд, и для меня большая честь быть этим посланником, который будет регулировать вопросы безопасности дорожного движения. Я понимаю, что ситуацию необходимо менять. Я надеюсь, что я смогу быть полезным сегодня в Астане. Я сотрудник комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций. Для меня большая честь участвовала в этом мероприятии, это Преско Ференс. Я представил комитет по внутреннему транспорту КВТ, это Европейская экономическая комиссия в рамках экономического и социального совета ООН. КВТ является местом правительственным органом ООН, активным в области транспортных средств. Он выключает в себя 12 рабочих групп, работающих в разных сферах транспортного сектора. КВТ сегодня начитивает 58 конвенций и 1703 договоривающихся с старыми. КВТ видит необходимые решения и задачи, так как поддержка страховой базы для медвухода после аварии. И создание нормативной базы для быстрого реагирования норм на технический прогресс. Что касается создания нормативной базы для быстрого реагирования норм на технический прогресс, есть, например, его целью является администрированием трех соглашений. Во-первых, соглашение 1958 года, которое обеспечивает основу для введения правил ОНО о технических требованиях, транспорт-резрессии и методах тестирования. А также обеспечивает административную процедуру по представлению официальных утверждений типа их взаимного признана и маркировки. Во-вторых, соглашение 1998 года о глобальных технических правилах было приятным, потому что некоторые страны не были согласны в условии взаимного признана и официального утверждения США. В-третьих, всефирные форумы, которые создали соглашение 1997 года, которое обеспечивает основу для принятых признаний для проведения технических осмотров. Ситуация сегодня, что Казахстан уже является, говориваю, старыми соглашениями о конструкции транспорт-резрессии. Теперь мы должны сделать следующий и качественный шаг выступления в силу правилон в национальном законодательстве и тоже участие в соседних наших рабочих группах. Очень важно, потому что участие экспертов из таких стран, так как Казахстан, позволит адаптировать уже существующие правила ООН о потребности страны. Это так, как из куска мрауров, вирьеза, скульптуру, из рабочего материала сделают седевр, который соответствует вашим искусам и потребностям. Я хочу сказать, что технология и развитие не стоят на месте, так что без стремления к прогрессу мы не только стоим на месте, но движемся назад. И мы очень рады реализовывать, что это не о Казахстане, что прогресс – это важный пункт в плане развития Казахстана. И мы очень рады в этом принять участие. Большое спасибо. Здравствуйте, я Султан Клюшманов, информационное агентство Бенюс. Мой вопрос господину Тоду. Хотелось бы узнать, как в Европе и в целом в мире решается вопрос экологической обстановки с ростом автомобилизации. Спасибо. Вы знаете, что серьезные вопросы должны решаться по поводу использования СО2, по поводу использования автомобилей, число которых растет. И были сделаны значительные шаги в этом направлении. Вы хорошо знаете о том, что новые технологии разрабатываются, которые появляются в последние годы, будут продолжать появляться и развиваться. И мы, например, будем использовать электрические машины, электромобили, которые сейчас являются способом передвижения. Это развивается во многих городах, в основном в городах, в больших городах. Есть определенные ограничения, конечно, по использованию таких машин, потому что необходимо подзаряжать батареи этих автомобилей. Но вы знаете о том, что практически 50% транспортных средств во всему миру находятся в городах, в больших городах. Поэтому очень важно именно обращать внимание на эти города. И в Эквадоре будет проходить встреча, заседание ООН, где будут обсуждаться вопросы и возможности использования таких технологий. Там также новые технологии появляются по использованию другого вида, альтернативного вида топлива. Можно использовать преимущества современных технологий, которые появляются и развиваются с развитием технологий. Также есть специальные методы подзарядки батареи. И в течение трех минут можно подзарядить батарею электромобиля, и тогда у вас есть возможность получить энергию, которая будет использоваться для движения автомобиля. Это очень многообещающие технологии. И, конечно, сейчас проблема достаточно серьезная в отношении использования углекислого газа, СО2, который выделяется в атмосферу. И, конечно, в следующие годы будет еще решаться вопрос по поводу того, как разрешить эту ситуацию. Здравствуйте, Сабина Таргаева, Хабар 24. У меня такой вопрос к нашим гостям. Что предусматривает принятая ООН программа десятилетия по обеспечению безопасности дорожного движения до 2020 года? И как она может быть применена относительно Казахстана? Может быть, есть какие-то цифры планируемые в процентном соотношении? Общий план, который сейчас очень поощряется ООН, касается внедрения правил дорожного движения. И Эдуардо объяснил очень хорошо ранее о том, что мы вдохновляем все страны по всему миру применять требования правила ООН по поводу безопасности дорожного движения. И Казахстан подал заявку на эту программу. То есть все, что сейчас нужно, это просто осуществить внедрение этой программы правил дорожного движения. Эдуардо, может быть, вы хотите что-то добавить по этому вопросу? Большое спасибо, господин Жан-Тод. Я хочу только добавить это. И третий стол, глобальный план, десятилетий, 2013-2020, это гармонизация правил о транспорте средств. Гармонизация правил о законодательстве средств – это очень-очень важно. Как мы можем иметь общие цели, если мы не имеем общую основу требования безопасности в законодательстве страны? Это невозможно или очень-очень трудно. И он обеспечивает основу для этого, как увеличить армонизацию законодательства средств, чтобы увеличить безопасность дорожного движения и транспорта средств. Спасибо. Это создание национальной комиссии по дорожной безопасности. Это международный опыт. И на очень высоком правительственном уровне данные вопросы на регулярной основе рассматриваются. Мы будем это тоже предлагать. Один из инструментов, который господин Тод уже отметил, это участие публичного сектора, неправительственных организаций. То есть те организации, ассоциации, которые существуют в этой сфере, начиная от автомобилестроения, окончая эксплуатантами автомобильного транспорта, участниками строительства дорожных наших объектов, они объединяются в один некоммерческий центр. И с точки зрения публичной политики они говорят, что вот есть такие компоненты, которые нужно совершенствовать правительству. То есть мы должны эти вопросы тоже устранять. И самое основное, которое я хотел акцентировать, вчера на округлом столе в нашем министерстве специалисты отметили, что нам кардинально нужно менять всю нормативную базу в этой сфере. Регулирующую базу, начиная от законов, включая стандарты. А для этого необходимо провести детальный системный аудит всей нормативной базы, имеющейся инфраструктурой. Что мы, чем мы располагаем, какими дорогами, какими развязками, значит, какими нормативами руководствуемся. Все это можно проанализировать, понять, что совершенствовать и дальше реализовывать. Вот, в принципе, вот эти компоненты, они коррелируют с этой глобальной программой. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы завершаем нашу пресс-конференцию, и мы благодарим наших гостей за предоставленную информацию. Спасибо, мистер Тодд. Благодарим всех за внимание. Редактор субтитров А.Семкин